Мне было очень тяжело ее снимать, и в целом мне не хотелось ее потом снимать, когда уже начала. Но я ее сегодня вставали под гимн, под Газманова. Все конкурсы у нас были только на патриотичные песни, на патриотичные танцы. Просто мы вот так вот на ощупь вообще, что там надо делать, так вот на ощупь. Видеовизитка там, кейс какой-то. Большое путешествие. Из каждого утюга было слышно это. Всем привет! С вами команда Медиа Школы. Я Никита Денисов. Это подкаст «Дневник выпускника». Сегодня мы поговорим о Большой Перемене и как туда попасть. Рядом со мной находятся Полина Шленова и Софья Фомина. Поехали! Расскажите мне, пожалуйста, что такое Большая Перемена? Вот я человек, который не знает о ней. Вкратце, что это такое? Большая Перемена – конкурс для учеников 5-11 классов, в котором они могут себя проявить. И как бонус такой приятный, получить призы, поездки различные, поездка в Артек и денежный приз. Например, 10-11 класс может выиграть, ну, получается, 10-й, который переходит в 11-й, могут выиграть миллион рублей. И в рамках конкурса «Большая Перемена» соответственно, подростки, дети могут попроситься в разных сферах, то есть, которые им интересны. Существуют разные вызовы, то есть, например, «Расскажи о главном, в котором участвую я», например, для предпринимателей «Юных предпринимай», «Познавай Россию», «Служи Отечеству» и прочее. В общем-то, большой спектр возможностей, в которых вы можете себя попробовать. Соответственно, конкурс состоит из нескольких этапов. Это этап подготовительный, онлайн-этап, на котором вы снимаете видео-визитку, пишете эссе и готовите кейсовые задания. Соответственно, второй этап уже очный, он проходит в каких-то региональных лагерях, то есть, в которые вы едете от своего региона. И заключительный этап он проходит в Всероссийском международном детском центре «Артек». И там уже есть шанс получить, соответственно, призы. Для пятых, седьмых классов – это путешествие, большое путешествие. Да, по всей России. Да, по всей России. И для учеников, соответственно, уже каких-то восьмых, десятых классов – это призы в размере… Для восьмых, девятых классов – это 100 тысяч призерам, 200 тысяч победителям, и десятом, одиннадцатым классам – это уже 200 тысяч призерам и миллион победителям. Соня, ты у нас призер «Большой перемены». Мы про это писали. Расскажи, как ты туда попала? Попала я туда случайно. На самом деле, соответственно, Полина Дмитриевна, она предложила нам всем поучаствовать в этом конкурсе. И изначально я в нем не планировала участвовать. Это получилось совершенно случайно, практически в последний момент, когда уже снимали, соответственно, последние видео визитки, я решила попробовать. Мне было очень тяжело ее снимать, и в целом мне не хотелось ее потом снимать, когда уже начала. Но я ее сняла. И получилось так, что я, соответственно, прошла и второй этап, и заключительный. Но про это подробнее расскажу. А Полина Дмитриевна была твоим наставником. То есть она тебе предложила, и ты ее выбрала наставником. Так получилось? Ну, вообще, можно сказать, даже чуть-чуть по-другому. Получилось вот как. Я заранее планировала участвовать в «Большой перемене», и как бы в целом видео визитка – такое неплохое здание для медиашколы. Поэтому все ребята, которые были на тот момент в медиашколе, уже участвовали в «Большой перемене». И Соня как раз подключилась в этот момент к нам, когда мы уже, вот как она сказала, когда мы уже там чуть ли не последнюю видеовизитку снимали. И она такая, а, ну вы тут вот это делаете, давайте я тоже. И таким образом начался ее путь, и мой путь как ее наставника. Помимо видеовизитки, что нужно сделать, чтобы попасть в «Большую перемену»? Чтобы попасть в «Большую перемену», надо набрать определенное количество баллов, которые ты никогда не угадаешь, какой она будет в этом году. Ну, конкретно в первом этапе тебе нужно снять видеовизитку, рассказать про свои личные качества, про свои, соответственно, навыки, что ты умеешь, зачем ты идешь в «Большую перемену», какой ты вызов выбираешь. Также написать эссе. Например, у нас была тема «Что вы хотите изменить в окружающем вас мире» на данный момент. И кейсовое задание. Например, у меня был кейс, посвященный нашему любимому самому уроку, первому в понедельник, это «Разговоры о важном». Я составляла программу разговоров о важном на месяц. То есть мне нужно было составить подробный план занятий, соответственно, что там будет проводиться, кто там будет приглашаться, рассчитать бюджет и прочее. Как вы отреагировали на то, что Соня попала в полуфинал? Ну, начнем с того, что вот я как до этого сказала, было много ребят, с которыми я работала, вот, как наставник. И я, ну, мне, как бы, знаешь, когда у тебя ты много куда метишь, ну, где-то должно сработать. Поэтому я очень обрадовалась, что Соня прошла в полуфинал. Еще тоже у меня был ученик-наставляемый, который тоже прошел в полуфинал. То есть таким образом, вот, из пяти ребят девятых классов двое прошли в полуфинал. Это было очень-очень приятное ощущение от этого. Единственное, что его, так, в минус контрастировало с этим, что другие ребята не прошли, которых я думала, что они могут пройти. Вот. Но я про себя подумала, что, ну, вот, значит, значит, вот так вот нужно. Там та же Соня, значит, пришла в медиашколу во многом еще, и чтобы пойти дальше в Большое перемене. Вот. Ну, конечно, была рада. Конечно, это здорово, классно. И еще такой момент. За год до этого, когда я только пробовала в этом конкурсе участвовать как наставник, у меня ученицы как раз, когда мы просто вот так вот на ощупь вообще, что там надо делать так вот на ощупь, видеовизитка там, кейс какой-то, что-то сделали, вообще не знали, толком не смотрели, не знаю там, я помню, даже критерий толком не смотрела. Но как-то так получилось, что вот как раз моя ученица вышла в полуфинал. Естественно, мне хотелось, чтобы еще раз кто вышел. Тут, ну, получилось два раза больше, уже хорошо. А помимо самой конкурсной программы, полуфинал какие-то еще воспоминания после себя оставил? Конечно, полуфинал у нас, ну, стоит сказать, что он проходил у нас на Рафаминске, в детском лагере Литвинова. Просто замечательное комфортное место, там огромная территория, очень красивый лес, мы жили в лесу. У нас были очень комфортные такие домики. У нас не было корпусов, у нас были домики, в которых жило, ну, максимум человек по 10. И под каждый, соответственно, отряд, тогда не 10, тогда больше был, под каждый отряд был свой домик. Вот. Что стоит сказать? Помимо этого у нас была, соответственно, достаточно насыщенная программа. Это было и открытие финала, это было и закрытие финала. И помимо этого у нас проходили различного рода, соответственно, занятия. У нас проходили встречи со спикерами. Также же у нас, ну, в целом была такая развлекательная программа. Мы ходили там в боулинг, мы ходили там, раскрашивали футболки. Ну, в общем-то, было достаточно насыщенно. Каждый день у нас была зарядка под гимн Литвинова. Вот. Вот так вот. И стоит сказать, что было очень грустно, соответственно, под конец вот этой мини-смены, так сказать, в три дня. Я там разревелась, честно сказать. Когда был костёр, когда мы вязали эти ниточки себе друг к другу, это было очень так чувственно. Ну, короче. Полностью лагерная атмосфера. Да, очень. И стоит сказать, что в Артеке такого не было. То есть в Литвиново эта атмосфера прям чувствовалась, и было очень грустно после того, как я уехала. Вообще, если говорить про полуфинал, его в Сониной истории могло и не случиться, потому что случились некие сложности с документами. Там такой немаленький пакет документов, а одно из них – это доверенность. Так получилось, что Сониной родители не могли, ну, потому что мало времени очень оставалось, не могли, уехали, не могли оформить доверенность. Вот, и один из, соответственно, способов все-таки отправиться на полуфинал – самостоятельно ты приехать не можешь. Ну, ты ребенок еще несовершеннолетний, тебя никто не возьмет. Один из способов, соответственно, это чтобы от школы был написан приказ, что вот там такой-то, такой-то учитель, там Иванова Мария Ивановна, отправляет там вот Соню Фомину в лагерь Литвинова. Вот, и, соответственно, буквально там, это, получается, за сколько было? За сутки. За сутки, да, я в 11 вечера в пятницу пишу директрисе, пожалуйста, можно приказ про Соню, потому что ее нужно отправить для Ли-Ли-Ля-Тополя. Она делает этот приказ, мы Соня в субботу забираем этот приказ, и в воскресенье с утра я, соответственно, вместе с Соней поехала в этот лагерь, ну, и прям проводила, собственно, ее совсем, и видела, собственно, этот лагерь. Вот такая ситуация. Вот, так что вот так, вот такие интересные шероховатости были. Соня, какие у тебя были результаты в полуфинале? В полуфинале, как я уже сказала, ранее у меня было по итогу 625 баллов, и вообще изначально я не надеялась на то, что это будет проходной. Ну, мне казалось, что проходной будет гораздо больше, потому что, во-первых, на это и рассчитывали, то есть, ну, есть группа, групп этих было очень много, там и финала четвертого сезона «Большой перемены», и просто там Московская область «Большой перемены». И ребята рассчитывали проходной, и рассчитывали там где-то на 630, на 635 баллов. И я думаю, все, я уже никуда не поеду, я никуда не собиралась, я никуда не готовилась. И, собственно, потом, получается, спустя некоторое время, не помню через сколько, соответственно, в чат пишут, что вот, начали рассылать письма по этим, ну, как бы, прошедшему финал, и я вижу, что мне на почту приходит это сообщение, я просто, я в счастье, я в радости, я на это не рассчитываю, я была в полнейшем шоке, но вот так вот получилось. И, получается, в письме мне написали, что мой, как бы, финал пройдет вот в Международном детском центре «Артек» на 12-й смене. А вот расскажи поподробнее о своей смене в «Артеке». Что там было, может, яркие впечатления? Их очень много, сразу стоит сказать. Вообще, я ехала, соответственно, в «Артек» с делегацией, это тоже отдельная история, как мы ехали в поезде, мне было очень страшно ехать, потому что, во-первых, я никогда одна вот так далеко не ездила, причем, ну, с практически незнакомыми людьми, потому что те ребята, с которыми я общалась на полуфинале, это вот там мои соотрядники, соотрядницы, мои соседки по комнате, прошел, и прошли из моего отряда только три человека. И то вот, как бы, близко я общалась только с одной девочкой из этих трех. И было страшно, было непонятно, куда мы ездим, ехали мы достаточно долго, это было просто мучительно. Но что касаемо самой смены, то она была насыщена просто огромным количеством событий, это была и образовательная программа, которая у нас была на смене, это, соответственно, всякие тематические тренинги, и, соответственно, была я на 12-й смене, она была посвящена, как бы, проходила под таким лозунгом, можно сказать, типа, как она называлась? «Живу в России», что-то подобное там было. И, в общем-то, вся смена была очень патриотичная, мы каждый день вставали под гимн, под Газманова, все конкурсы у нас были только на патриотичные песни, на патриотичные танцы, соответственно, просто мы уже выучили наизусть все песни Газманова, все песни Любе, ну, гимн России, шамана, конечно же, мы его пели просто каждый день, из каждого утюга было слышно это, и, соответственно, очень много событий было, было очень много экскурсий, мы выезжали за территорию Артека достаточно часто, мы, соответственно, ездили в музеи, соответственно, в Крыму, не только в Крыму, ходили даже в бомбоубежище, в общем-то, очень много всего было. Под конец смены у нас неделю, соответственно, была такая спонсорская площадка, рядом столовая, соответственно, вот там как бы столовая, и там есть такая площадь. На этой площади была куча спонсоров, соответственно, там Юнармия, Сбербанк, ВК и прочее. И мы ходили каждый день на эти спонсорские площадки, получали мерч, там что-то ходили, что-то решали, что-то вообще там происходило. Уехали с кучей мерча просто, и с куртками, и с шапками, и с кофтами, и с шоперами, и с прочим. Ну и, соответственно, с кучей эмоций. Естественно, самое запоминающееся событие, это, конечно же, закрытие финала, потому что оно проходило на Большой Артек-арене. Были все лагеря, и те, кто и не участвовал в Большой перемене, то есть младшенькие там сидели внизу. Мы сидели с этими флагами России, вот так вот держали их, там звучал гимн, мы вот так держали их все. Это был огромный флаг России на всю Артек-арену. Соответственно, к нам приезжали, приехали также вот исполнители, исполнители, к нам приехала Аня Клюква, которая, ну, известна достаточно в таких БПшных кругах, как это объяснить. Приезжал к нам Эсте, приезжал еще какой-то, я не помню, который поет про роликсы. Было просто масштабное мероприятие, которое очень сильно затянулось, к тому же говоря, затянулось оно, по-моему, часа на четыре, из этого всего велся прямой эфир, там также было шествие такое, можно сказать, победителей, и, соответственно, вот так вот, и произошло закрытие вот финала четвертого сезона Большой перемены. Полина Дмитриевна, а вы как отреагировали на то, что Стония стала призером? Если честно, вот я еще тогда сказала, что вот еще до результатов полуфинала, я сказала, что у меня вот есть одна такая чуйка, и мне интересно, она сбудется или нет. У меня было, ну, было прям ощущение, что, ну, я не знала точно, потому что не я там эксперт в конкурсе, и не я сидела там, слушала и выставляла Соне оценки, хотя, может быть, если бы это так было, было бы интересно. Оставили бы мне максимум. Ну, да, конечно, вот. Но у меня было ощущение, что Соня должна выйти в финал, и когда это произошло, у меня, я честно, вот была прям такая эмоция, когда ты в шоке, вот у меня организм обычно так реагирует, что я сначала просто такая прострация, типа, ого, ничего себе, и все эмоции, вот обычно, знаете, вот когда сюрприз тебе готовит какой-то, а тебя все ждут, что ты такой, вау, классно, там все такое. Нет, у меня так не было, потому что у меня все это внутри, я такая, вау, здорово, круто, и мне очень хотелось со всеми поделиться. Я прям начала всем писать, я написала педагогическому коллективу, типа, смотрите, Соня Фомина, у нас призер, ну, финалист, вот. Так что, да, это было очень приятно, и это такая, знаешь, галочка. Прошлый год же, 23-й, был год наставника, педагога наставника, и так получилось, что вот такой приятный бонус в виде призерства Сони. И мало того, что это в целом призерство, мы сейчас подробнее про приз скажем, но и в целом классно она попала в Артек, у нее много новых усоминаний, и там, и с полуфинала, и с финала. Ты, кстати, с кем-то общаешься, продолжаешь общение? Вот, вот, нашла новых друзей себе. Короче, ну, здорово. Я сама бы на ее месте была, сама бы тоже была бы очень рада. Какой был приз? Приз был 100 тысяч рублей за призерство, соответственно, ну, в финале я стала призером. У меня в целом было немного шансов на то, чтобы стать победителем, даже при том, что если бы я делала прям все, у меня было максимум баллов. Вот, но все равно это было очень приятно, с учетом того, что я вообще к этому не шла осознанно, я не надеялась на то, что у меня вообще что-то будет, а мне дают 100 тысяч. Но это было приятно, это было прикольно. Спойлер? Спойлер такой, что наставнику тоже в этом году поплачивали деньги за призеры. То есть, ну, за победителя тоже было. И у меня тоже есть, мне тоже выплатили. Нет, премию чуть поменьше, мне выплатили 50. Вот, и это прям такое. Во-первых, мне выплатили 50. И во-вторых, я прошла, получается, курс повышения квалификации от большой перемены. Слушала вебинары, потом выполнила задания. Кстати, в задании я указала, что одна из форм рефлексии с Сони, это будет этот выпуск подкаста. Так что, видите, я пишу и делаю. Вот, очень здорово. И это в целом, там есть чат, типа, педагоги, наставники, победители и призеров. И попадание в этот чат заставило меня немножко под другим углом посмотреть на конкурс, потому что педагоги там очень классные. Ну, мне до них там, типа, очень далеко, потому что, не знаю, люди все вот эти вот годы, что идет конкурс, они помогают своим ученикам, наставляемым и так далее. Ну, очень заряжены. И мне даже, когда вручали, мне вручили свидетельство о том, что я прошла этот курс, такие, все, классно, здорово, там, награду нашла своего видения. Они прям лучезарные. По крайней мере, вот, отдел по работе с педагогами, они прям суперклассные. И поэтому, вот, если нас смотрят педагоги, вдруг, очень вам советую, соответственно, принять участие в качестве наставника в этом конкурсе. Но это не значит, что просто попросить своего наставляемого вбить в ваш айди и все, нет, как бы пройти путь вместе с наставляемым. Не значит, что делать за него все подряд и так далее, но, по крайней мере, действительно, вот, смотреть, как он эти все шаги делает и где-то, может быть, что-то подсказывать и давать советы. И когда ты видишь плоды своего результата, это очень приятно. Вот. Такая реклама большой перемены. Вот. Со стороны наставника. Какие у вас есть планы дальше и какие советы вы можете дать тем, кто только начинает свой путь? Планы дальше. Участвовать еще раз в большом перемене уже как-то осознанно, потому что, еще раз повторюсь, я попала, можно сказать, случайно. Я не планировала вообще выходить ни в полуфинал, ни в финал, тем более. Я вот сидела на полуфинале, я думала, уже от балды как-нибудь сделала, потому что я и вообще не рассчитывала, что могу туда попасть. Но самый прикол в том, что у меня количество баллов, которые получила за полуфинал и первый этап суммарно, это ровно проходной финал. То есть, если там меньше одного балла, я бы не поехала никуда. Вот. И какие я могу дать советы? Если честно, я сама до сих пор не поняла, что произошло. Поэтому каких-то советов я дать не могу. Но, наверное, стоит сказать, что вот это не что-то вообще нереальное. То есть, если вы решили поучаствовать, то есть шанс, что вы пройдете. То есть, это не что-то вот прям вообще из, не знаю, что-то космического попасть там на финал большой перемены. Очень много ребят проходило, опять же, которые вообще на это не рассчитывали. Я очень много таких ребят знаю. Вы, Полина Дмитриевна, что скажете? А, насчет планов и советов, соответственно. Ну, планы, конечно, хочется в следующем году прям победителей уже. Не просто призеров. Мне кажется, это одна из вещей, почему я в целом остаюсь в школе работать, потому что конкурс очень, ну, есть свои, конечно, такие сложности в нем, скажем так, если мягко выразимся. Ну, субъективное оценивание. Субъективное оценивание, в особенности дистанционных этапов. Ну, насчет точных не могу сказать, потому что я точно в этом не разбираюсь. Это вот больше как раз к Соне. Как оценили? Ну, как ты считаешь, как тебя оценили на очном? Типа, адекватно? Ну, если говорить конкретно про полуфинал, да и финал в целом, мне кажется, что вполне адекватно. То есть я вот на такой балл, можно даже сказать, не рассчитывала. То есть то, как меня оценили конкретно на полуфинале, это было по правде. Ну, не сказать, что не очень, но, возможно, получилось так, что в мою команду попали ребята, которые в целом до этого не участвовали. Ну, был буквально один человек, который вот прошаренный в этом. И он в целом все вывез у нас на защите. Но стоит сказать, что кто-то пытался перетягивать на себя все одеяло, кто-то там ничего не делал, кто-то плакал, кто-то там в стрессе в полнейшем был. И по итогу, ну, получилось так, что у нас не очень было за командную работу. Но в целом это достаточно оправданно. Я вот прекрасно понимаю, как вы нас оценивали в целом, как мы работали. Но вообще ситуация на полуфинале, это просто отдельная какая-то, не знаю, история. Это вот то, как мы решали кейсы на полуфинале, это вообще не идет наравне с финалом, потому что мы сидели в огромном-огромном зале в лагере Литвинова. У нас было огромное количество человек. Это были и 8-9, и 10-11 классы. И там такое творилось. Особенно у нас было практическое задание. Нам нужно было за 15 минут создать макет, соответственно, логотипа для Всемирного фестиваля молодежи. И нам нужно было поставить этот объект себе на стол. Еще на флипчарте, там такая огромная доска, соответственно, где вы все пишете, решение своих кейсов. Нам нужно было какой-то сделать, типа, лозунг, типа, вот, заходите к нам, у нас классно. И там творилось просто нечто. Кто-то стоял на столах, вот, держал вот это, вот, орал во всю глотку, типа, приходите к нам. Кто-то там бегал, метался. Короче, очень было шумно. Но, как по итогу оказалось, все, абсолютно все, неправильно сделали это задание. Потому что, как бы, смысл был в том, что один человек не может подходить к нескольким командам одновременно. А там получалось так, что все вот туда, туда, туда. И по итогу сказали, что все молодцы, все максимум за это ставим. Вот так вот получилось. Соня, как ты потратила свои 100 тысяч? Я их пока что не потратила, еще до конца, слава богу. Но я, конечно же, купила себе, во-первых, то, что мне очень нужно было. Это хороший телефон, на который я сейчас могу снимать замечательные бэкстейджи, которые вы можете увидеть в нашей группе ВКонтакте. Да, кстати, этот план тоже снимается на Сонин телефон. Да, кстати, это очень важная покупка. На самом деле, ну, мне реально нужен был хороший телефон, чтобы там, соответственно, что-то делать, там, посты писать, карточки делать и прочее. И часть денег я планирую потратить на ноутбук, который также мне нужен и для работы, и для учебы. Ну, то есть вот на такие вещи, которые мне вот реально нужны. А вы, Полина Дмитриевна? Я тоже потратила на оборудование. Я, собственно, я даже заранее, перед тем, как мне премия пришла, я подумала, ну, раз сейчас черная пятница, я взяла как бы заранее, что эти деньги мне потом вернулись, я взяла стадикам. Вот, так что, так что да, мы теперь снимаем. Но по факту, когда потом уже пришла премия, то можно сказать, что я на эти деньги непосредственно купила петлички. Сейчас эти петлички записывают на штуку. Да, да. Если подводить итог, как раз помимо наставников, будущих или уже нынешних наставников, хочется пожелать всем успехов, кто пойдет в новый сезон Большой перемены. Вот, также у нас недавно вышел предыдущий выпуск подкаста, тоже про Артек, то есть у нас Соня чуть-чуть рассказала, приоткрыла завесу жизни в Артеке, но там гораздо интереснее, там такой рассказ про пельмени, Многие дети едут туда ради еды, там самая вкусная еда, там потом я от этих беточек до сих пор мечта. На этом все. Следите за нашими соцсетями и оставайтесь в курсе событий. А здесь вот QR-код. С вами были Полина Шленова, Софья Фомина и Никита Денисов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok